Генералы Пентагона ратуют за войну с Москвой 3 июня 2019 года независимое военное обозрение генералы Пентагона ратуют за войну с Москвой Пока аналитики ищут способ одолеть РФ без боя, американские военные и их союзники по НАТО готовятся сделать это при помощи уже опробованной на других странах грубой силы Фото с официального сайта НАТО А ученые предлагают победить ее, не прибегая к оружию В начале мая сего года состоялось вступление в должность главы Европейского командования США и Верховного Главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами, АВС, НАТО в Европе генерала ВВС США Тодо Уолтерса Передача полномочий действующего командующего Кертиса Скопоротти новому начальнику состоялась в Центральном штабе сил Альянса, расположенном в бельгийском городе Монсе, в присутствии генсека НАТО Йенса Сталтенберга Переход власти над войсками произошел в строгом соответствии с установленными правилами для подобных мероприятий В начале прозвучала молитва о благословлении нового командующего и его семьи и о даровании НАТО силы и успеха Затем Уолтерсу было передано знамя АВС Альянса Сталтенберг наградил уходящего в отставку генерала Скопоротти медалью за отличную службу В своем выступлении Генсек подчеркнул, что предшественнику Уолтерса пришлось сталкиваться со все более агрессивными действиями России, а также продолжающейся угрозой терроризма и нестабильностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке Сталтенберг отметил, что лидерство и видение Скопоротти оказались решающими для укрепления Альянса, и выразил уверенность, что новый командующий будет продолжать демонстрировать тот же уровень мастерства, которым был известен на протяжении всей своей службы Уолтерс пообещал продолжить усиление боеготовности АВС НАТО, обеспечить прозрачность работы НАТО и заявил, что будет способствовать миру У Кертиса нет сомнений Некоторые высокопоставленные чиновники и генералы Пентакона считают, что война с Россией неизбежна, и принимают все меры для повышения боевой мощи ВС США, которую они именуют летальностью Наиболее последовательную и твердую позицию в этом вопросе занимает как раз генерал Скопоротти Возглавляя АВС НАТО в Европе, он неоднократно озвучивал свое мнение по поводу большой вероятности возникновения войны с Москвой А уже в мае английская газета Daily Star сообщила своим читателям, что покинувший пост главкома АВС НАТО генерал в очередной раз призвал европейские страны сделать все возможное Чтобы находиться в постоянной готовности к внезапной войне с Россией, которая может начаться в любой день Как сообщает издание, генерал утверждает, что напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном стала возрастать после удара по Сирии силами коалиционных войск Возглавляемых США Мнение наторского командира поддерживают его соратники в Пентагоне Некоторые его коллеги также считают, что Кремль после удачного присоединения Крым-Арк-России намерен реализовать такие же планы захвата новых территорий в различных частях планеты и установления там своей гегемонии Скопоротти настаивает на том, что Америке и ее союзникам на европейском континенте для нейтрализации любых военных акций России необходимо сосредоточить у ее сухопутных границ значительное количество воинских формирований армий стран НАТО По его мнению, первостепенное значение в этом процессе должно быть уделено развертыванию бронетанковых войск Бывший главком считает, что наступательные концепции ВС России базируются на преимущественном использовании бронетанковых сил Способных в кратчайшие сроки без больших усилий подавить противостоящие им формирование пехоты союзников Развитию механизированных подразделений, невооруженных бронетехникой, утверждают Скопоротти Руководство МОР России уделяет значительно меньшее внимание, чем повышению бойной мощи своего танкового кулака Пять или шесть лет назад мы не беспокоились о том, чтобы быть готовыми сражаться сегодня Сейчас ситуация изменилась, подчеркнул генерал Правда, он не забыл отметить и тот факт, что Россия всегда предпочитала использовать дипломатические инструменты для урегулирования отношений с другими странами и всячески избегала силовых методов для решения спорных вопросов Официально Скопоротти вступил в должность Верховного Головнокомандующего Овсната в Европе 4 мая 2016 года Но еще во время утверждения его кандидатуры в Сенате генерал проявил свое агрессивное отношение к России Будущий главком тогда заявил, что Россия является самой большой угрозой США и до самого последнего момента своей карьеры продолжал следовать этому убеждению С военной точки зрения мы должны летать и плавать там, где нам это позволено по международному праву Мы должны быть сильными, ясными и последовательными в наших действиях на этот счет, сказал Скопоротти А позднее на одном из слушаний в Сенате он объявил, что Москва пытается расколоть НАТО и добиться выхода США из альянса По словам генерала, об этом свидетельствует недавнее действие России от перехвата самолетов и усиления патрулирования с использованием подводных лодок до поддержки украинских сепаратистов 13 марта на слушаниях в комитете ПВС, КВС, палаты представителей с повесткой дня вызова национальной безопасности и военные действия США в Европе главком Скопоротти заявил, что Кремль считает возможность использования ядерного оружия частью своей доктрины и может применить его для нанесения быстрых ударов по более слабым соседям По словам генерала, военное руководство России самым серьезным образом рассматривает возможность применения ядерного оружия в ограниченных конфликтах Я думаю, что это часть российской доктрины и способа ведения войны, если хотите Эскалация с целью доминирования вот как они смотрят на это И если вы посмотрите на модернизацию их систем вооружения сегодня, то, думаю, поймете как они могут использоваться именно для этих целей при определенной эскалации Я полагаю, что они действительно разрабатываются для этого, подчеркнул Скопоротти В ходе своего доклада он сообщил членам КВС, что Россия продолжает выделять большие средства на оборону чтобы завершить широкомасштабную модернизацию своих ядерных сил и вооружить их современным оружием Генерал отметил, что программы модернизации ракетных войск стратегического назначения РВСН, ВСРФ включает создание современных межконтинентальных баллистических ракет МБР, с новыми силовыми установками, а также развитие баллистических ракет для подводных лодок БРПЛ, и стратегических бомбардировщиков дальнего действия Генерал Кертис Скопоротти призывает перебросить в Европу дополнительное количество бронетанковой техники Фото с сайта www.nato.int Россия является долгосрочным стратегическим конкурентом, который хочет обеспечить достижение своих целей за счет процветания и безопасности США и видит в Соединенных Штатах и НАТО главную угрозу своим геополитическим амбициям Стремясь к достижению поставленных целей, Москва хочет утвердить свое влияние на страны, расположенные вдоль ее границ Подорвать единство НАТО и разрушить международный порядок, основанный на установленных правилах Россия активно проводит агрессивную внешнюю политику в нарушении суверенитета других стран Реализует подрывные дестабилизирующие действия в Европе и США и использует все возможности для усиления своего влияния и расширения присутствия в Афганистане, Сирии и Азии Подчеркнул Скопоротти Он также указал на то, что Россия преследует свои стратегические цели в Европе Избегая при этом прямого военного конфликта с США и странами НАТО И стремится обеспечить достижение поставленных задач путем проведения акций, за которыми трудно гадать истинные намерения ее руководства, базирующиеся на угрозах, исходящих от обычных ядерных сил Кремля Такие действия включают выражение сомнений в легитимности правительств различных стран, создание угроз их экономическим интересам, мобилизацию радикальных оппозиционных группировок и использование уполномоченных или вооруженных гражданских лиц, таких как частные военные, контрактники, прямую связь которых с правящими структурами практически невозможно отследить, констатировал генерал Следует отметить, что все выступления высокопоставленных чиновников Пентагона перед законодателями имеют официальный характер и отражают позицию администрации Белого дома, поскольку президент США, являющийся верховным главнокомандующим ВС, утверждает все тексты ораторов и не допускает появления в них несогласованных заявлений А эксперты против В начале апреля эксперты корпорации РАНД, некоторые из которых имеют военное образование и проходили службу в ВС США, опубликовали доклад под названием «Противостояние России» с подзаголовком «Конкуренция с преимущественных позиций» В этом пространном документе, состоящем из девяти глав, занимающих 364 страницы, специалиста корпорации, являющийся одним из ведущих мозговых трестов США, мнению которого по военно-политическим вопросам практически всегда следует в Белом доме и Пентагоне Разработали рекомендации по противодействию растущему влиянию России в мире, укреплению ее позиций на международной арене и росту экономической и военной мощи Аналитики РАНД рассмотрели все области, в которых Америка должна противостоять России, и что нужно делать, чтобы сохранить ее гегемонию на планете, не прибегая к военной силе Поскольку любая война с Россией в итоге приведет к Третьей мировой войне и уничтожению человечества В документе проанализированы все слабые стороны России в военной, экономической, внутри и внешнеполитической сферах начиная с 1991 года Как говорится в докладе, в любой сфере конкуренции России с США ее самым уязвимым местом является экономика, которая имеет сравнительно небольшие масштабы и в значительной мере зависит от экспорта энергоносителей Именно поэтому Россию следует разрушать не оружием, а мерами, которые не способна выдержать ее экономика Самую большую озабоченность лидеров России, утверждают авторы исследования, вызывает стабильность и длительность существования установленного ими режима Самым главным преимуществом Москвы на мировой арене является ее военная мощь и возможности по ведению информационных войн На вооружении российских войск находятся самые современные системы ПВО, артиллерия, бронетанковая техника и ракетные вооружения, которые способны эффективно противостоять средствам подавления этих систем, находящимся в распоряжении формирований США и других стран НАТО Однако на современном этапе ВС США и их союзников не обладают достаточными силами и средствами, способными обеспечить превосходство в воздухе и требуемый уровень огневой поддержки своих войск Кроме того, МО России и удалось объединить устаревшие и передовые технологии для проведения мероприятий по дезинформации, подрывных действий и дестабилизации обстановки, складывающейся на полях сражений и в мире в целом Самой эффективной мероподавления России, по мнению авторов упомянутого труда, является непосредственное воздействие на ее уязвимые стороны, на повышение озабоченности руководителей страны уровнем военного потенциала для обеспечения обороноспособностей и на ее растущее влияние в мире путем использования слабых сторон Москвы и проведения подрывных мероприятий по оккупированию достигнутых ею преимуществ Россия, считают авторы доклада, весьма активно использует интернет для ведения политического шпионажа и проводит информационные операции против США и их союзников и партнеров Что в сочетании с опытом подрывных действий и пропагандистских акций прошлых лет позволяет ей вести открытые и скрытые действия, в том числе военного характера, направленные на ослабление, дискредитацию и дестабилизацию демократических политических систем западных стран Угроза проведения подобных акций со стороны Запада может оказаться эффективным инструментом оказания давления на Москву с целью принуждения ее к отказу от такой политики Кремль, заявляют эксперты, Ранд не стремится к достижению паритета с США во всех сферах военной деятельности, поэтому все усилия Пентагона, направленные на достижение военного превосходства, вряд ли встретит желаемый отклик со стороны российских лидеров Россия, например, не намерена принимать меры по ограничению превосходства Америки в Мировом океане Однако действия НАТО по определенному ограничению возможностей российских флотов в Арктических, Балтийском и Черном морях, считают аналитики корпорации, могут заставить Москву принять дорогостоящие, но малоэффективные меры по сохранению своих преимуществ в этих акваториях Они также заявляют, что Россия, по всей видимости, озабочена ростом стратегических ядерных возможностей США Однако, как полагают авторы доклада, втягивание ее в гонку ядерных вооружений является весьма опасным из всех проанализированных ими мероприятий по сдерживанию Москвы Кроме того, дальнейшее развитие проможет оказаться для Америки крайне затратным мероприятием, расходы на которые будут просто несопоставимы с тратами России на увеличение числа ракет и ядерных боеголовок Но Россия все-таки стремится достичь равенства с Америкой и даже обеспечить свое превосходство в системах ПВО и средствах нанесения ударов по своим противникам с больших расстояний Значительные вложения США в системы подавления средств ПВО, в развитие систем РЭП, в создание крылатых ракет морского и наземного базирования, а также в создание нетрадиционных видов вооружений с большими боевыми возможностями могут вызвать ответную реакцию Кремля и значительное повышение его военных расходов Размещение дополнительных подразделений сухопутных войск США в Европе, особенно у границ России, может вызвать ответную реакцию с ее стороны Однако затраты США на такие действия будут существенно превышать расходы Кремля на принятие ответных мер При этом возрастет напряженность в этих регионах, увеличится противоречие между странами НАТО и, вполне возможно, у Москвы появятся причины для принятия ответных мер в других частях планеты В целом аналитики РАНД подсказали Вашингтону, как можно противостоять России и значительно понизить ее международное влияние, не прибегая к военной силе Они уверены, что Россию можно значительно ослабить или даже полностью уничтожить более доступными и менее опасными для Америки и других стран умеры способами По их мнению, Москву необходимо принудить к принятию мер по развитию боевых возможностей ВС, которые будут крайне затратными, но не принесут желаемых результатов в современных условиях, а ее слабая экономика просто не выдержит такой нагрузки Кроме того, Вашингтон должен использовать комплекс мер экономического, политического, дипломатического, информационного, разведывательного и другого характера, направленных против Кремля В конечном счете, считают американские эксперты, Россия может снова перейти в категорию третьих стран и больше не будет стоять на пути Запада, мешая его гегемонии на мировой арене Владимир Иванов Обозреватель независимого военного обозрения Право на данный материал принадлежат независимое военное обозрение Материал размещен правообладателем в открытом доступе